Ваше Высокопреподобие и Преподобие, Всечестные Отцы, Священнослужители, дорогие братья и сестры, паломники, прихожане, в этот престольный праздник праведного Иоанна Кронштадтского всех я вас сердечно поздравляю и с этой Божественной Литургией, которая поистине возвышает наши сердца и делает нас способными почувствовать Небесное Царство. Ибо здесь, еще на земле, мы можем предвкушать это Царство, которое уготовано Богом, любящим Его там на небе. И в эти дни попразднства Вознесения Господня особенно вспоминается то Слово Господа нашего, которое Он произнес на Тайной Вечере. Он обращается к своим ученикам и говорит, ухожу от вас. И печалью исполнились их сердца, потому что они не понимали, куда и зачем Он от них уходит, когда наоборот говорил, что пришел в этот мир грешников спасти. И не один раз говорил им, что я с вами всегда, и здесь ухожу от вас, возвращаюсь к своему Небесному Отцу. И добавляет, если я не уйду, то утешитель не придет. И Господь исполняет Своё обещание. Он действительно уходит от нас уже с телесной природой, которую Он получил от Преснодева Марии, исцелил нас, людей, через то естество, которое Он осветил Своим воплощением, научил нас, как и сегодня мы действительно слышали слова назидания Господа, которые Он обращал в Нагорной проповеди к людям, и искупил нас от проклятия, в котором пребывало человечество. Потому что это проклятие состояло в том, что люди не могли больше лицезреть Божьего Света. С момента грехопадения Адама и Евы, с момента, когда Каин убил Авеля, и даже до того момента, как праведного Захарию убили между жертвенником и алтарем, нам Господь прощает это все за свои крестные страдания. Но мы сегодня по церковному, следуя уставу, не поем уже Христос Воскресе и еще не поем Царю Небесный. Хотя знаем, что уже состоялся тот день Пятидесятницы, и, конечно, благодать Святого Духа, которая и сегодня нас собрала здесь в храме, с нами пребывает. Но это для того Церковь делает, чтобы мы чуть-чуть почувствовали ту лишенность, которую ощутили апостолы, когда вознесся от них Христос. Но и обетование его не ложно. Он сказал, что Бог всегда будет пребывать с людьми. А так как Бог есть не Иисус Христос, и не Святой Дух, и не Отец, а Святая Троица Единосущная, Отец и Сын и Святой Дух, то Господь и пребывает с нами уже своей благодатью, благодатью Святого Духа. И если Господь ни разу нас не обманул, то как мы можем Ему не доверять? А если доверяем, тогда надо исследовать Слово, которое Он сказал, чтобы мы умели молиться и обращались к Нему. И Он говорит, и все, что попросите, исполню, лишь бы во благое просили. И дает нам возможность творить добрые дела и призывает нас, чтобы мы творили милостыню, но грамотно, не привлекая к этому тщеславие, и чтобы к милостыне не примешивалась гордыня. Учит нас быть чистыми сердцем и напоминает о том, что именно чистые сердцем видят Бога. И это и есть ключик к откровению Бога в нашей жизни, к открытию Царства Божьего, которое внутри нас. Потому что только чистота сердца дает нам возможность ощутить Божье присутствие в этом мире. И никак по-другому. Поэтому, пока мы бегаем со своими грехами, так и будет закрыта от нас эта духовная составляющая, которая очень важна для нашего спасения. И в этот день в памяти праведного Иоанна Кронштадтского, когда особенно мы ощущаем через служение наших благочестивых предков подвижническое служение Богу, мы еще и еще раз должны увидеть примеры подражания Спасителю мира. И эти примеры достойны того, чтобы на них посмотреть. И как и в молитве сегодня завершительной, и так мы и в житии праведного Иоанна знаем, что слово «праведный» и «всероссийский батюшка» он получил не просто так, за то, что носил крест на своей груди, а он получил за те дела благочестия и чистоту сердца, которые имел, которые он возгрел в себе. И, став чистым сердцем, через него начала действовать обильно благодать Божия. И сколько еще при жизни он исцелял людей, скольким он помогал. Он хотел подражать Богу во всем. И, естественно, одно из его известных произведений, сборник размышлений под заглавием «Моя жизнь во Христе» говорило о том, что он действенно чувствовал себя в Боге. Это было не внешнее некое отношение и сочувствие к божественной жизни, а явление Бога в его личной жизни, в его душе, открытие Царства Небесного в нем самом. И люди это чувствовали. Они чувствовали и прикасались, а некоторые дерзали, отрывали одежду от праведного Иоанна. И эту секту назвали Иоаннитами. Батюшка не благословлял таких рвений не по Богу, но они понимали, это больше, чем человек. Это духовный человек, по слову апостола Павла. И вот сегодня какой для нас пример, какой богатый добродетелями этот кронштадтский пастырь, как много он может нам дать через сто лет после своего служения нашему народу. А он служил не в простые времена, и сегодня времена непростые. Не будет простых времен, потому что когда очень легко, мы расслабляемся и забываем о Боге. Так было у многих цивилизаций. Поэтому нам даются скорби. Господь так и сказал, в мире скорбны будете. Но добавил, дерзайте, я победил мир. И вот эта победа Бога над злом, над лицемерием, над обманом, ложью, над всеми теми пороками и грехами, которые совершали люди, это победа жизни над смертью. Ибо грех ведет нас к смерти. И сегодня, вспоминая таких святых, будем молиться Иоанну Кронштадтскому и всем нашим русским святым, чтобы они помогли нам не только осознать, в каком богатстве веры мы купаемся, какое значение имеет свобода. Мы не гонимы, а можем разговаривать и передавать проповедь о Господе нашему Иисусе Христе. И какая ответственность лежит на нас за то, чтобы мы были достойными преемниками этих великих святых. И сегодня, отмечая этот праздник, я желаю всем вам, чтобы свет божественной любви сиял в вас, как сиял он в праведном Иоанне Кронштадтском, когда-то благословившем эти места, наш город, чтобы мы помнили о том, что Божье благословение всегда пребывает с нами. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником, и пусть по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского Господь сохранит нашу Церковь, наше Отечество в мире единомыслии, благополучии, единстве, и спасет нас так, как Ему угодно, теми путями, которыми Он избрал для нас. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»